привет ребят с вами роман 2b все мы знаем тоже в городе нужен мобильный транспорт и такие как моноколеса или это самокат и в данном виде это kuga g booster на самом деле народный электросамокат почему народный да потому что он реально классный почему классно потому что здесь есть мощь динамика и удобство ну все по порядку начнем снизу здесь у нас колеса каждое колесо это 1200 ватт совокупности дает 2 400 принципе есть полнопривод на нем можно ездить везде по бездорожью и офигительная динамика также можно переключать на задний привод отключая передний с помощью этого конечно вырастает запас хода это очень важно как на самом деле кто любит принцип подвижение такой стартерский можно включить задний привод и ехать свое удовольствие не спешит 3 передачи а где переключается плюс еще есть три передачи да с помощью здесь есть газ здесь газ как бы возрастающий с ним надо играться поосторожнее потому что можно так нажать что он просто уйдет из-под ног такие были моменты об этом дальше видео дальше у нас идет дека дек у нас широкая и удобно стоять можно стоять 100 ехать и паса и поставить спереди красивую девушку создавая хорошую динамику езды но чтоб она сильно прижималась дека большая в ней же вмещается большая батарея где-то около 23 матч и 48 вольт поэтому здесь запас хода хватает где-то на 70 километров но в реале люди говорят на 50 все зависит от веса райдера все тут нужно играть развесовка если будет вес где-то 100 килограмм килограмм человеку тогда ему хватит поехать всего там где-то 45 километров ну все в принципе надо играть развесовкой подвеска здесь классно здесь высотомерная подвеска которая отрабатывает классно все кочки можно правда с помощью полного привода и с хорошей подвеской можно ну просто нереально ездить и прыгать с бордюра съезжать и за и ездить по ухабам по лесу вообще сам это электросамокат он такой как бы мотоцикл эндуро да и можно ездить в принципе где угодно когда угодно при какой погоде но самое главное при погоде плохую погоду конечно нежелательно наши китайцы хитрые они нам везде куда угодно продает транспорт электрический но не загерметизирован поэтому лучше обработать от воды там герметиком или силикончиком в области деки снизу обработать также интересный момент что сама дека есть габариты и сзади габариты из и спереди отлично потому что это упрощает вид в темную погоду и пешеходы могут увидеть и машины на заднем плане тоже классно этот безопасность это очень важно несмотря что это бюджетный самокат здесь у нас дисковые тормоза и спереди сзади но многие владельцы говорят тормоза не особо хорошие они могут плохо отработать при большой скорости потому что ну скорость здесь скорость можно разогнаться около 70 километров говорят кто-то можно череповать и еще больше ехать больше скоростью но ребят лучше ехать это 50 а тормоза лучше на них не надеяться тормоза должны быть в голове ребят голове дальше у нас идет сидушка сидушка конечно она облегчает езду она просто просто разгружает спину и динамика становится более предсказуемой езды почему потому что сидишь центр тяжести понижается тем самым можно ехать и контролировать езду более-менее но нельзя конечно как бы расслабляться здесь колесики маленькие но не особо маленький в отличие от других электросамокатов здесь конечно радиус колеса не радиус а диаметр диаметр 10 дюймов это принципе хорошие хорошие колеса большие здесь надувные не какие-то там пластиковые не какие-то мы пластмассовые там из какой-то резины цельны здесь накачивается да есть баллонные колеса конечно легко прокалываться или пустотелые да но есть хитрый колес который внутри есть мало они спасают от проколов они которых сами себя заживляют это новая такого технология колес когда можно заказать на алиэкспресс с китая дальше мы видим раму раму на складная она удобно складывается за счет такого кругляшка там она вставляет хорошо хорошие фиксаторы и она особо не люфтит принципе до сейчас она не люфтит хотя самокату около полтора года и проехал около 500 километров это не это очень важно дальше у нас идут фары отличные принципе они так как они линзованы и светит как с тропоскопом но они светят ночью просто после жесть вас можно кого угодно вслепить так что ребят на ставьте лампочки пониже но что они хорошо светит и они здесь двойные это хорошо и они защищены хорошим кожухом таким алюминием сама балка здесь она тоже такой с прочного алюминия она принципе прочная и и надежная это тоже очень важно дальше у нас идут ручки ручки у нас не складываются в некоторых моделях и складные ручки но лучше цельные такие монолитные они более надежные на скорости не сложится в принципе это тоже очень важно дальше нас идет к бортовой компьютер бортовой компьютер хорошо отрабатывает на свету на прямых лучах солнца также здесь вольтметр можно смотреть сколько заряд батареи на реального советую всегда пользу как при 53 вольт ехать спокойно на полном приводе когда падает до 42 ребят отключайте на лучше включите заднюю заднюю скорость заднюю мотор колесо ехать спокойно заднем мотор колесе и это увеличивая как сказать расстояние езды также у нас есть переключатель скорости на правой стороне и как это зажим акселератора которым очень сложно управлять нужно просто приноровиться ребят принц ничего страшного что он уйдет из-под ног это бывает это обычное явление но можно при приноровиться поначалу ребят не ездить на большей скорости ездите более менее умеренно с левой стороны на рукоятке у нас переключение света стробоскоп или обычно и переключение кнопочка сингл дел синейч дел кнопочка это переключение полного привода на задний привод также на звоночек есть и дублируется тормозная система передний тормоз и задний тормоз но конечно не спутайте что передний тормоз при начале включить так что нажимайте аккуратно провода у нас управление защищены в раме они нигде не торчат и принципе выходят именно в нижней части в виде в кожухе кожух у нас прочный и принципе влага не пробивается но ребят на самом деле лучше лучше не жидитесь деньгами лучше вложить все в герметизацию немножко будет сможет стоить это три тысячи пять тысяч но это просто облегчит вашу жизнь зарядка здесь у нас в нижней деке защищен защищена у нас резиновой заглушкой заряжаться можно где-то в районе 10 часов 10 12 все зависит как вы накатаетесь одно ли отдаст а где-то 10 часов но заряжайтесь аккуратно ребята аккуратно при присмотре всегда смотрите потому что здесь литий-ион аккумуляторы все может быть и купить огнетушитель он не помешает на ночь но осторожно так по поводу сидушки ребят сидушка очень приятная она здесь есть амортизаторы он отлично отрабатывает так как здесь и подвеска высотомерная так ребят ну чтобы понять что это за монстр давайте чуть прокатимся но сам главный безопасность не забывайте про шлем потому что мозги это наше все верхние и нижние как говорится также здесь очень важный момент здесь подножка есть и сам самокат он не такой же легкий ребят так что он весит около но около 30 килограмм 30 33 килограмма где-то так все зависит конечно все это дело из-за батареи мочу поедем ухту вы классно полнопривод принц такой знаете он такой мощный быстро схватывает классная по полнопривод ребят так хорошо едет все супер чувствую себя как байкер блин так тормозим тормозится отлично так никому не мешаем вот как байкер себя чувствуешь вот так ногами держусь также можно стоечку встать едешь такой нормала обгоняет но ничего ничего сейчас мы его догоним мы сбыться схватывает ребят вообще но человек по разности конечно открывается большой при стоя лучше конечно конечно лучше сидя ехать но это все зависит от динамики чуть-чуть съедем проедемся по детской площадке при народу много все мешается здесь не дает нормально скутеристам накататься так ну что могу сказать принципе классно очень тематика почему потому что потому что потому что классно потому что здесь комфорт контролируется хорошо хорошо рулем все контролируется я опять скажу ребята универсальное средство конечно классное но конечно есть много на рынке всяких электроскутеров электросамокатов и также моноколес вот именно этот kuga g booster он такой как бы сказать бюджетник но он выигрывает тем что здесь есть цена мощность динамика надежность но про надежность давайте я сейчас вам кое-что дам как раз рассказать владельцу и возможность как раз на камеру и он сейчас вам скажет как какой надежный этот же бустер негодяй всем привет я владелец данного kuga g booster и расскажу сразу о серьезных минусах данного самоката и первый минус это так сказать ножной газ в чем его минус во первых у меня случилась трагедия девушка поехала кататься вечером на данном самокате и у нее вот этот газ у нее он вот так вот остался внизу и когда она убрала палец он так и остался внизу там начались кочки и она разлетелась и перевернулась на этом самокате не там были сломаны ребра травмировала немного голову но тем не менее осталось в живых самокат в принципе не пострадал после такого жесткого падения максимум вот у него сломались тормоза если обратить внимание то здесь уже другая ручка тормозов здесь одной фирмы здесь уже другой но отломалась пополам следующий косяк который я стал наблюдать в этом самокате это резина особенно заднее колесо обратите внимание что здесь если приглядеться она сильно уже стесана съедена самокат прошел только 500 километров а он уже съедена резина проблема в том то что она чуть-чуть под спускает и надо проверять его сверху нажимать а если сбоку она вроде всегда твердая я не обратил внимание и здесь видите съелась резина по факту замена резины передние не так съедается но тоже вот она уже подъелась то есть тоже минус также может показаться минусом то что сидушка болтыхается как будто ненадежная тем не менее слава богу на кочках ни разу сидушка не сложилась и сломалась следующий минус здесь на мониторе есть уровень заряда вот уровень батареечек 5 делений и тем не менее к сожалению лучше смотреть на вольтаж бывает такое что у вас осталось вроде 1 2 батареечки а вольтаж падает и самокат сел следите лучше за вольтажом подвеска скажу хорошая подвеска держит все удары классно амортизирует с этим проблем нет это очень надежно классно мой вес 90 килограмм и подвеска отрабатывает все все ухабы с трамплина спрыгивать бордюра с этим проблем нету сзади подсветка ее по факту если вы едете по дороге не видно то есть она где-то светит внизу и если в машина едет он не увидит эту подсветку могли бы сделать вверху то есть по факту дека вот этот колпак закрывает данные фонарики теперь про брызговик но это самоделка колхоз с велосипеда прикрутил если вы этого не сделаете про эти по луже будьте уверены вас даже голова будет мокрая я вот катался у меня просто думал почему у меня голова мокрая влажно что окажется просто все аж до головы добрасывается так что в любом случае придется колхозить либо покупать искать дополнительное крыло наращивать фары здесь светит очень классно ярко все видно с этим вообще проблем нету батарея есть знакомые он работал курьером на данном самокате и прошел 10 тысяч километров вы представляете 10000 километров на этом самокате и стали тестировать данную аккумулятор после 10 тысяч пробега и вы представляете он нулевый был как новый то есть аккумулятор вообще не повредился да там резина стесалась в ноль но аккумулятор как новенький так что 10000 можете спокойно на нем откатать ручки обратите внимание на ручки это нестандартные ручки за 100 рублей с алиэкспресса заказал были здесь тряпочные какие-то ручки многие на видео данные ручки хвалят тряпочные но они рвутся извините меня где-то в подъезд когда заходишь задел ручкой все сразу ручку поломал здесь хорошие резиновые ручки плотно сидят я доволен сейчас я расскажу как самокат себя ведет на бездорожье да круто он едет полный привод вас тащит но на мокрой траве его заносит очень сильно при скорости 15 км в час если вы только начали кататься самокат вас заносит боком я несколько раз чуть ли не падал на нем так что будьте аккуратны на мокрой траве я не знаю здесь видимо какая-то физика срабатывает но заносит очень сильно любите подрифтить на мокрой траве вы точно на нем надрифтитесь проехал на данном самокате в районе 500 километров данная игрушка веселая можно купить побаловаться но можно еще что-то поискать я бы наверно еще посмотрел бы на моно колесо вот кстати на канале роман 2b есть обзор моно колеса так что посмотрите и сделайте выбор что вам больше хочется самокат или моно колесо чем лучше моно колесо по мне самокат очень громоздкий его в квартире тяжело поставить он очень неудобно таскать вот просто триндец если ребенок ну или детям конечно такие лучшие игрушки не покупать сразу скажу но он его не поднимет на и девушка тоже не сможет его таскать не по лестнице не ничего он реально очень тяжелый я вот как бы занимаюсь спортом качаюсь и мне все равно реально тяжело его тащить жила раньше на третьем этаже весь мокрый пока поднимешь а моно колесо чем классно что-то его раз поднял и пошел в 1 в угол поставил на зарядку все этот пол квартиры ну как бы занимает место надо выделять на него место колеса постоянно мыть в квартиру же грязно не притащишь то есть как бы думайте сами но стоит все равно раз жизни попробовать покататься на таком аппарате покайфовать я вот иногда путешествую по соседним там на даче когда приезжаю по соседним дачам прокатиться по маленьким дорожкам класса никакого шума нет от этого мотора бэм-бэм-бэм-бэм а едешь слышишь как птички поют и путешествуешь но вот ребят если по чесноку сказать самокат интересный спасибо серёге большое спасибо за его обзор тоже часть обзора за его опыт высказаны нам на видео и стать у него свой канал тренируемся вместе где там тщательно показано как тренировать каждую часть нашего тела и эффективно это очень важно и бюджетно потому что кошелек много решает так ну ладненько чем можно сказать самокат интересные толковые и выбор на выбор каждую свой конечно я склоняюсь сам к моноколесам но электросамокат тоже многим нравится кто не хочет заморачиваться по поводу езды им нужно встал и поехал потому что здесь мышцы стабилизатора работают не те тут не тут не нужно слишком учиться в отличие как из учиться на моноколесе на моноколесе нужно всего-то три дня чтобы научиться ребят на самом деле ну а здесь стал и поехал и не паришься этот принципе хорошая замена скутером мотоцикла маленьким хорошая замена потому что по всем плюсом здесь выигрывает эта динамика а не бихотливый застет что это здесь электротранспорт здесь нету бензина масел сел поехал где угодно и в общем для города мобильно но вес вес здесь большой да здесь вес 32 или 33 килограмма принципе даже и качку тяжело взять и поехать взять и перенести тут филе мы поехать что и поехать а так накатался что все думал чтобы на нем еще чуть покататься ребят но что вам сказать это конечно выбор каждого но для сельской местности вообще сойдет на ура но цена цена 65 тысяч это как подержанная шестерочка или копеечка который худо-бедно на минималочкам там залил там 10 литров и проедешь нормально толком и посадил четырех человек здесь вдвоем максимум но тут вдвоем нужно как только с девушкой или наоборот девушка с парнем или парень с девушкой вот хороший вариант для езды при хорошей погоде и прекрасной обстановке так ладненько давайте не будем отходить от темы спасибо что смотрели с вами был роман 2b и сергей канал три руси вместе в совокупности спасибо что смотрели пока до новых встреч